всем привет вы на канале дневник оптимистки и с вами людмила для тех кто впервые на моем канале я хочу сказать что я прожила почти всю жизнь в районном центре небольшом и уже на пенсии переехала в большой город город нижний новгород и теперь у меня две больших любви я люблю свой поселок варнавина где жила где выросла где закончила школу где проработала почти до пенсии и также очень люблю уже теперь нижний новгород его улочки его шум суету силу мощь красоту обо всем этом я пытаюсь немножечко рассказывать как могу и буду еще рассказывать дневник я вела всегда вот сколько себя помню еще в школе бумажный красиво записывала туда все свои чувства переживания потом какой-то момент мне показалось что мой дневник кто-то читает я его сожгла в печке потом еще не один раз заводила дневники сейчас у меня тоже есть бумажный дневник но это же не то сейчас у нас есть такая возможность делиться здесь на площадке youtube на площадке цен своей жизнью свою своим опытом и мне это интересно себя показывать я не очень привыкла не очень люблю но надо учиться надо привыкать так вот о чем я хочу сказать вот переехала я город год прожила на квартире потом купила свою квартиру в ипотеку и сейчас справляюсь с этой ипотекой пытаюсь даже ее гасить даже досрочно чтобы она не тянула так вот не висела там таким грузом на плечах о том как я все это делаю как справляюсь как приходится экономить чтобы справляться я и рассказываю и еще буду рассказывать и конечно такие вот видео что 10 вещей которые я никогда не покупаю это конечно интересно но мне кажется когда там перечисляют 10-15 вещей пока слушаешь до конца забудешь с чего там начиналось я буду говорить по-немногу в общем такое вот небольшое небольшими такими роликами небольшими видео сегодня я хочу сказать на то о том на чем экономить не очень получается или вообще не получается и не надо и нельзя это на покупки покупки цифровой техники здесь надо доверять профессионалам не пытаться что-то тут самим изобрести сэкономить вот у меня например не получилось сэкономить на модеме на модеме думала купить в городе подешевле привезти поселок а получилось так что пока я привезла пока купила пока привезла пока вызвала специалистов проверить установить оказалось что техника не та точно так же когда покупала телефон ну сэкономили немножко и покупили не такой как бы хотелось телефон памяти на нем немного получается что видео можно снять и показать а вот сохранить например какой-то этап вот я люблю например о цветах снимать и цветы дело такое что несколько несколько за несколько месяцев хотелось бы такую хронику развития прямо вот как посадила цветок как вот он приживался какие были проблемы и чтобы в одном виде сохранить показать все этапы сохранить предыдущие сюжетики о том как какая была история например какого-то цветка у меня пока не получается потому что сохранять на телефоне много нельзя памяти мало поэтому на технике экономить не надо да заодно еще вот сегодня же поделюсь таким опытом что если вы живете в сельской местности сейчас летнее время грозовое когда уходите из дома мне нравится когда видео есть какой-то опыт как это польза для людей вот сейчас хочу поделиться тем что произошло в моем родном поселке прошла гроза с ураганным ветром поломала деревья 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 упали на провода на линии электропередач и на провода телефонные и по телефонным проводам пришла беда во много-много домов интернет и телевидение у нас подключено от ростелекома вот и в электри в электрические розетки многие отключаем мы от электричества свои приборы а вот о телефонных линиях забываем а по ним точно также может прийти 220 попасть на наши тонкие нежные приборы и вот и пострадать у нас например сгорел телевизор телевизионная приставка модем все это пришлось менять и ремонтировать это очень накладно так что хочу предупредить что когда вы уходите из дома если вы особенно живете в сельской местности где-то на даче и вот вы также пользуетесь телевидением и интернетом через который приходит к вам по проводам отключайте из розеточки телефонной там можно отключить легко и просто и беды не случится потому что так может даже случиться и пожар если например розетка просто вспыхнет а рядом какие-то горючие материалы что уже так и случилось в одном из домов будьте осторожны хочу показать вам какой красивый стендапсус у меня растет такие листочки у него чудо на как хороши говорят нельзя вьющиеся растения дома содержать ну мне он нравится прелесть какая пересаживать своим будем вместе то что у меня там еще есть вот так он пока у меня растет одной веточкой но есть уже укорененный еще череночек посадим чтобы погуще был да кто видел как я выбирала обувь и может быть интересно купила ли я что-то все-таки себе так вот купила купила вот такие вот босоножечки не очень дорогие для меня конечно это все равно покупка вот на ноге нормально размерчик мой подходящий подходящий вот такой вот такие цветочки конечно не то что я хотела и не то качество ну вот такая цена для теперешней жизни это дешево а для меня все равно покупка вот то чтобы мне хотелось и моим ножкам было бы комфортно я не нашла доступной ценовой категории ну вот такие вот у меня теперь топы есть топы каблук небольшой мне каблук теперь не нужен такие босоножечки лето уже заканчивается дальше будет видно жизнь покажет а на остаток лета у меня есть все таки свеженькая обувь вот так все больше перезаписывать не буду это уже я не знаю сбилась со счета какой дубль как в кино дубль такой-то вот как есть как сняла так и покажу в следующий раз будет как-то по-другому на сегодня все мои дорогие подписывайтесь на канал чтобы не потеряться в море море других каналов всего вам всего вам доброго и всем пока 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 пока